Здравствуйте, это новости 24. Продолжают эфир телеканала ННТ. Мы продолжаем работать дистанционно. С вами Хадижа Курбанова и к событиям сегодняшнего дня. С новым обращением к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом выступил сегодня глава государства Владимир Путин. Он продлил оплачиваемые выходные до конца месяца. Таким образом, весь апрель будет нерабочим. Также президент дал главам регионов дополнительные полномочия в части реализации мер, направленных на устранение вирусной угрозы. По его словам, главы субъектов сами будут решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом, исходя из ситуации. Конкретный набор профилактических мер, оптимальных для определенных территорий, будет определен уже до конца недели. Число зараженных коронавирусом достигло 25 человек. Такую статистику приводит Роспотребнадзор Республики. За минувшие сутки прибавилось еще 10 человек. В числе зараженных 7 детей, младшему из них всего 3 года, 10 положительных претестов ожидают дополнительной проверки. Ведомство также сообщает, что трое жителей республики находятся в тяжелом состоянии. Они приведены в реанимацию. Возраст пациента 85, 67, 63 года. В состоянии остальных пациентов удовлетворительное. Всего под медицинским наблюдением находятся 900 жителей. Это люди, которые прибыли из неблагополучных по эпидситуации стран и регионов, а также те, кто контактировал с заразившимися. Кому и в каком порядке будут выдаваться пропуски на свободное передвижение, определили сегодня в правительстве Дагестана. Проект постановления обсуждался в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Пропуска будут выдаваться как в онлайн режиме, через штаб здесь, так и будут выписаны некоторые пропуска, скажем, министерством, ведомством республиканским мы выпустим, как лицам, так и, наверное, и на транспорт. Вместе с тем следует отметить, что служебный транспорт, он не ограничивает его передвижение органы внутреннего дела, внутри города. То есть он не ограничивается. А личный час транспорта ограничивает. Мы ни в коем образом не планируем большое количество пропусков выдавать, потому что режим введен, количество больных увеличивается. Что касается районов и городов республики, отметил зампред, там оценивать службы, которые должны функционировать, бесперебойно будут главы муниципалитетов. На основе их выбора им будет выдаваться пропуск. На обсуждении в штабе рассказали и о тех, кого ограничения не коснутся. Не вводится никаких ограничений на передвижение служебного транспорта, экстренных служб, служб жизнеобеспечения, коммунальных служб, передвижение служебного автотранспорта, предприятий непрерывного цикла, организаций обеспечивающих порядок, а также органов власти управления. Не принимается никаких ограничительных мер в отношении рейсово-пассажирского транспорта. Все, весь этот транспорт работает в нормальном режиме. Сегодняшняя непогода, дождь и ветер подействовали даже на самых несознательных граждан республики, нарушителей карантина. Так, индекс самоизоляции, формируемый компанией «Яндекс» в Махачкале достиг 4,8 баллов, при максимальном показателе в 5 баллов. Это означает, что на улице почти никого нет. Первые дни оценки индекса уровень самоизоляции Махачкалы достигал и 3 баллов. Напомним, что в борьбе с коронавирусом максимального успеха добились те страны, которые сумели в краткие сроки организовать самоизоляцию в очагах распространения инфекции. Нарушители карантина будут штрафовать. Сотрудники МВД по Дагестану проводят рейды по всей республике. Лиц, которые вышли из дома, нарушив режим самоизоляции, привлекут к административной ответственности. Движение транспортных средств также ограничено. Ограничение коснется личного автотранспорта, кроме грузового, который осуществляет жизнеобеспечение населения. Исключение также составит автомобили сотрудников, которые обязаны быть на рабочем месте, согласно указу главы республики Дагестан. Граждане до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны не покидать места проживания и пребывания. МВД Дагестана призывает граждан ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности благополучия и жизнь окружающих. Граждане, не соблюдающие указанные нормы действующего законодательства, будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации. Более полутора тысяч масок от женской группы в Ватсапе. В эти дни, когда интернет полон негативом, завышаются цены и люди вынуждены сидят дома, участницы одной из групп мессенджера решили напомнить о важности совершения благих поступков. За три дня они своими силами шили более тысячи тканевых масок, материал для которых приобрели за собственные средства. Куда направятся средства защиты и как была организована работа, узнавала Патимат Ханапова. Увы, факт. Этой весной из-за нового вируса медицинские маски в аптеках днем с огнем не сыщешь. Несмотря на то, что фармацевтам продолжают поставлять защитные повязки уже через пару часов на витринах шаром покати. На дефицит такого актуального сейчас товара тут же отреагировали участницы созданной в Ватсапе группы уборка в домах Аллаха. В этом чате более 150 женщин. Они поддерживают чистоту в мечетях, участвуют в различных общественных работах. На этот раз свой вклад они решили внести в дело профилактической защиты от опасной болезни. У нас в Ватсапе уже пятый год функционирует группа ворков домах Аллаха. И ежегодно мы в преддверии Рамадана мы шьем намазники для женщин и ставим их в махачкалинские мечети и в мечети неподалеку от Махачкалы. С сложившейся ситуацией во всей стране мы решили, что будет более актуально и пошить маски. Идея пришла нашей зайна, которая в три часа ночи мне пишет, бека, может быть мы вместо намазников будем шить маски. Идею все поддержали. Начались поиски материала. На фурнитуру средства собрали сами участницы, а технику и необходимые материалы предоставили добрые люди, которые пожелали остаться неизвестными. И так как было указано, что сидеть дома, мы основном два дня друг другу отправляли через таксистов. Сам они выходили. Первые два дня мы, у кого получалось, у кого есть ателье и кто нам предоставлял ателье, мы там зашивали. А потом уже раздавали через таксистов. По всему городу очень много девочек было задействовано. Кто не мог шить, они просили, чтобы им отправили резинки зашивать вручную. Кто-то вручную зашивал, кто-то через оберлок пропускал. За три дня, благодаря слаженной работе, девушки сшили более полутора тысяч масок. Некоторые из них работали день и ночь и буквально не спали до полуночи. Размеры масок универсальны, чтобы их могли носить и мужчины, и женщины. После кройки и шития маски были проутюжены. Кроме того, все средства защиты прошли процедуру кварцевания. А сколько человек принимали участие? Мы даже не считали, это было огромное количество людей. Мы даже не знаем сколько, потому что приходили, уходили. Многие брали на дом работу, кто не мог по беременности или с детьми выйти из дома. Им отправлялось на такси. Во время, когда цены поднимаются, когда люди наживаются, если даже человек не может это сделать бесплатно, я понимаю, что это адский труд. Это мелкая, тропотливая работа, да, больших масок. Но можно прошить и продавать их по минимальным ценам. Даже это большую помощь в наше время. Сначала была идея раздавать маски всем пришедшим на пятничную молитву прихожанам. Но так как посещение религиозных объектов пока ограничено, их решили передать в благотворительный фонд «Инсан». Эти маски будут нами распределены в ходе действующей акции и предстоящего масштабного мероприятия по оказанию продуктовой помощи подопечным фонда, который находится в зоне риска. С каждым продуктовым набором будет выдаваться и одна маска. Плюс к этому все эти маски мы также планируем распределить среди мечетей и мамов, работников мечети, именно в том количестве, в котором будет в этом необходимость. Хочется поблагодарить наших волонтеров, добровольцев, жертвователей, попечителей, которые не остаются в стороне на призыв о помощи. Пусть каждое добро, которое делается, обернется в тысячекратном размере. Хотелось бы, чтобы это благое начинание подхватили и другие, говорят участницы группы. К подобной акции может подключиться любой человек. Например, предприниматель, стать спонсором. Отели, отшить бесплатно магазины ткани, сделать скидку на материалы. Паника ситуацию не спасет, говорят девушки. А вот благие дела могут. Батимат Ханапова, Абдулла Алиев, Хамза Нурмагомедов, Новости ННТ, Махачкала. Коронавирус продержится до лета. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Докток», опубликованной на сайте Первого канала. По мнению Никифорова, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. Окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. Отметим, по последним данным, в России зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 вылечились. В связи с пандемией парад в честь Дня Победы могут перенести на начало осени. В Кремле и Минобороны России начали рассматривать альтернативные сценарии мероприятий, пишется ссылкой на свои источники РБК. В частности, в Лосями был рассмотрен вариант переноса парада на осень. Мероприятия могут приурочить к дате окончания Второй мировой войны. Во всем мире она отмечается 2 сентября. При этом накануне 1 апреля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Рассматривается также перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года в разгар битв за Москву прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Еще один вариант проведения парада Победы, как и положено, 9 мая, однако без зрителей. В случае двух первых сценариев мероприятие состоится в полномасштабном формате. Коронавирус спутал карты всему спортивному миру. Из-за карантина, объявленного в большинстве стран, перенесен или отменен ряд крупнейших международных соревнований. Это Олимпиады в Токио и чемпионаты мира и Европы по самым разным видам спорта. Как восприняли эту новость дагестанцы? Тренируются ли спортсмены в режиме самоизоляции? Узнаем в материале Курбана Рагимова. С 23 марта на карантин закрыты все спортивные учреждения, но сами спортсмены понимают, что любая пауза может сильно сказаться на их общих физических показателях. Поэтому каждый по мере сил старается поддерживать свою форму и тренироваться в домашних условиях. Если в предыдущие 10 дней у всех была возможность проводить занятия на свежем воздухе, в основном это были парки, пляжи и горы, то, согласно рекомендациям властей, теперь, дабы снизить риск распространения коронавируса, тренироваться можно только дома. В этой связи новым трендом стали так называемые онлайн-тренировки. Ежедневно спортсмены клуба Universal Fighters в своем инстаграме транслируют индивидуальные занятия, где чемпионы мира по грэпплингу и джиу-джитсу показывают зрителям простые комплексы упражнений, для выполнения которых не требуется наличие специальных тренажеров или других снарядов. В эти дни популярность приобрели различного рода эстафеты, так называемые челленджи. Также в домашних условиях свою технику совершенствует и опытный тэквондист Сейфула Магомедов, многократный чемпион Европы, ныне тренер сборной России. Он показывает своим подопечным, чем можно занять себя, находясь дома. Вот простые и несложные задания, которые можно выполнять дома. Занимайтесь спортом дома, будьте здоровы. Наш следующий герой соорудил аналог уличных брусьев из подручных предметов. Это лидер движения стритворкаут в Дагестане Саид Малаев. Для того, чтобы посередине комнаты оборудовать себе площадку для занятий, ему потребовались два стула и черенок от лопаты. В условиях самоизоляции приходится тренироваться дома. Не имея спортивного инвентаря, из подручных средств два стула, палка, выполняя ряд упражнений. Поэтому берите на заметку, дабы не заржаветь и быть в форме. Тренируйтесь. Конечно, чуть больше преимуществ у жильцов частного сектора интенсивную тренировку можно провести во дворе своего дома на свежем воздухе. Как видите, в финале Чемпионата мира по боксу, а ныне тренер профессиональных бойцов Самир Магомедов к своему любимому делу подходит основательно. Призываю каждого, несмотря на сложившуюся ситуацию, заниматься спортом дома. Поддерживаю таким образом свой организм. Будьте здоровы и оставайтесь дома. С таким же призывом соблюдать режим самоизоляции к жителям Дагестана обратилась вся спортивная общественность. Крайне ответственно к ситуации подошел Муслим Салихов. Вернувшись из США, где у него из-за эпидемии коронавируса сорвался поединок, бойцы UFC уже больше 10 дней находятся дома. Остаюсь один, пока ни с кем не контактирую, так как видел в Америке, как к этому относятся люди очень серьезно. И призываю вас всех тоже оставаться дома. Отнесись к этой проблеме очень серьезно. Давайте побережем своих близких, особенно взрослых людей. В период карантина, пока в ближайшие месяцы нет никаких соревнований, многие спортсмены вносят разнообразие в свои тренировки. Так, юный богатырь из Кироваула Магомед Расул Магомедов осваивает уроки бокса в своем домашнем спортзале. А это видео с участием победителя первенства мира Розамбека Жамалова в борцовских пабликах назвали работой над общей физподготовкой. В общем, примеров более чем достаточно. Не секрет, что спорт служит одним из самых эффективных методов профилактики различных заболеваний. Поэтому тренируйтесь и оставайтесь дома. С вами была Хадижа Курбанова. Всего доброго!